Всем управляют русские. Всем управляет Путин. Лучше быть, чем слыть русским медведем. Давно известно, что пропаганда работает как часики для того, чтобы через телевизор навязать людям определенный набор миф. Россия сейчас является флагманом мирового движения за суверенитет каждой страны. Россия нащупывает и прокладывает пути в будущее для человечества. И вот если вы какое-то время посмотрите федеральные каналы, то обязательно заметите массированную прокачку линии с условным названием «Путин всех переиграл». Российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста. В Европе тем временем думают, как обогреться без российского газа и чем заменить южный поток. Тупые гейропейцы и пиндосы просто не готовы к могучим многоходовкам Путина. Буржуи тушатся, пробуют козни строить, а царь их как детей переигрывает, причем на всех каналах сразу. Пока Запад бряцает оружием, Россия кует мир. Российская экономика растет ускоренными темпами, даже в условиях западных санкций. Владимир Путин своим решением отменил все то, что готовилось, казалось бы, к событиями до этой минуты. И вот уже постоянные зрители канала «Россия» включаются в бой. Да о чем вообще речь, братцы? Путин-то наш, не только дзюдоист, но и шахматист, на два хода вперед просчитывает. В России всегда шахматная школа была развита. То есть рассчитали на несколько ходов вперед. Но, безусловно, мы можем гордиться своей шахматной школой. А Меркель-то, Маланды и Трампы всякие тоже типа к шахматной доске лезут. Но их уровень – это в Чапаева играть. Разбросают фигуры и улыбаются. Тоже мне шахматисты. Оттого столь мощный резонанс вызвало возвращение Крыма в Россию. Ведь это было, согласитесь, знаковое решение, переводящее Путина в первый эшелон российских государей. Тех, кто творил новую Россию. И дальше было важно не ввязаться в большую войну. Путин избежал этого. Все эти чудесные перлы мы вспомнили, просматривая российские новости этой недели. А после просмотра задались простым вопросом. Так а в чем конкретно Путин всех переиграл? И знаете, даже самый поверхностный анализ показал, что кремлевский шахматный клуб явно себя переоценивает. Согласитесь, странно корчите себя гроссмейстеров, то и дело получая мат в три хода. Но давайте уже фактами. На протяжении долгих лет мы слушали о победной многоходовке с транзитом газа в обход Украины. Фактически роль Украины как транзитная страна сглезет к нулю. Газопроводную систему Украины можно будет сдать в музей, как некий памятник той славной эпохи, когда Украина была частью этого мощного бизнеса по поставкам газа. Большие папики солидно надували щеки и даже называли конкретные даты. Транзит газа в Европу через территорию Украины будет прекращен в 2019 году. Об этом заявил сегодня глава «Газпром» Алексей Миллер. Транзитный контракт с Украиной не будет продлен после 2019 года. После окончания транзитного контракта с Украиной ни продления, ни заключения нового транзитного контракта не будет. Ни при каких обстоятельствах. А ура, патриоты ложились спать с мечтательной улыбкой на лице. Эх, оставим укроп без денег. А еще они это, газ не смогут воровать. Украина, допустим, денег на закупку сейчас газа российского нет, а значит она может вполне пойти на отбор несанкционированной транзитного газа. Естественно, под такое святое дело бюджетных денег никто не жалел. И миллиарды рублей, конвертированных в трубы, потянулись и в Южный, и во второй Северный поток. Южный поток позволит поставлять российский газ европейским потребителям напрямую в обход стран-транзитеров, в частности Украины. Народ российский ликовал у телевизора, а чиновники рвали волосья на груди. Ну все, теперь-то денежка за транзит в России останется. Северный поток-2 будет 100% собственностью Газпрома. Это означает, что транзитный тариф, который там будет, он будет платить себе в карман. Заживем так, что сами будем нищим пиндосам кредиты выдавать. Пройдет достаточно небольшое количество времени, у нас будет новая труба, она уже окупится, и дальше эти деньги пойдут к нам, а Украина... Ну вот, прошло время, и что же мы видим? Большая пары-мога ртом сменилась страшной зрадой. Южный поток давно сказал Криан. Путин поверг в шок Евросоюз тем, что личным решением отменил строительство нашего газопровода Южный поток. Мы готовы были реализовать, нам просто не дали. Естественно, нас просто поставили в дурацкое положение, при котором мы сказали, ну если так, тогда мы тоже прекращаем. Северный поток-2 дозакапывает Еврокомиссия. Действие третьего энергопакета де-факто должно выйти за пределы юрисдикции ЕС. Вот как раз это, считают юристы, и есть та самая попытка Еврокомиссии установить свои законы на газопроводы за пределами территории ЕС. И прежде всего для российского Северного потока-2. При этом западные буржуи еще и смеют разрабатывать стратегии сокращения поставок российского газа. Еврокомиссия напомнила, что не считает создание Северного потока-2 необходимым, так как в будущем ожидает сокращение потребления голубого топлива. И настаивают на транзите газа как раз через территорию Украины. Еврокомиссия требует от России сохранить поставки газа через Украину. То есть миллиарды российских бюджетных долларов, потраченных на реализацию стратегически важных объектов, некий мастер провальных многоходовок просто-напросто спустил в унитаз. Газпром потратил на строительство инфраструктуры для газопровода 138 миллиардов рублей, после чего проект закрыли. Южный поток ИСЯК, не успев родиться, не сумел растить своими живительными силами страны Европы. Пока в Кремле упорно кричали «Вы всё врёте!», то банально прощёлкали рывок США в добыче сланцевого газа. И вот уже американские танкеры в европейских портах чётко дают понять, альтернатива как бы есть и можно ею пользоваться. 2017 год стал прорывным для американской сланцевой отрасли. Танкеры с топливом дошли до Португалии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши. Кроме того, в этом важна и политическая составляющая. Путин и компания явно прогадали, рассчитывая, что можно сначала кошмарить соседей и грозить Вашингтону, Берлину и Парижу тополями да Искандерами. Почему не нанести превентивный удар? Всем закнуть гробку раз и навсегда. Сказать, на что способны наши ядерные силы. А после капнуть на карточку лоббистам типа Шрёдера и как ни в чём не бывало торговать с Западом дальше. По факту не прокатило. Другими словами, Путин действительно переиграл. Вот только сам себя. Выводы из этой истории очень просты. Ну, во-первых, смеётся тот, кто смеётся последним. И мы с большим удовольствием пересматривали старые оргазмы грозных хомячков. Транзитный контракт с Украиной не будет продлён после 19-го года. Ни продления, ни заключения нового транзитного контракта не будет. Ну что там, ребят? Как дела с транзитом? Не, ну конечно, до 19-го года время ещё есть. К этому времени газ можно в баночки закупоривать и в чемоданах в Европу возить. На международных рынках Россия ведёт себя как, да, простят меня, девушки, как девочка-подросток, у которой шпендерляет гормон, и она не очень может понять, ей остаться на танцах, ей уйти домой, она хочет танцевать с этим мальчиком или она хочет немедленно покончить с собой. А по факту, просадив не весь сколько народных денег на провальные проекты, кое-кому придётся снова договариваться с ненавистной киевской хунтой. И самое чудесное – снова и снова платить за транзит. Зрелище, как говорится, душераздирающее. Вот она, типичная путинская многоходовка, разложенная по полочкам. Многоходовка, где шахматист долго грозился всех порвать, а в итоге порвался сам. Транзит газа в Европу через территорию Украины будет прекращён в 2019 году. Об этом заявил сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер. Глава «Газпрома» объявил, что Россия рассмотрит возможность транзита газа через Украину после 2019 года. И надо сказать, если бы после каждого такого разрыва кремлёвских чиновников зашивали, то места живого от швов и ниток там бы уже не осталось. Мир, май, дружба, Китай. Помните такое? Это, кстати, вторая история из рубрики «Всех переиграл». На этот раз уже на Дальнем Востоке. Не так давно в Москве из штанов выпрыгивали, анонсируя разворот на Азию. Из всех стран самый тесный контакт Китай поддерживает с Россией. Наилучшие отношения в истории, наивысший уровень доверия и беспрецедентно частые встречи. Мол, бойтесь, пиндосы, мы с Пекином покажем вам Кузькину маму. С китайской сухопутной армией и с нашей самой мощной ракетной техникой у нас нету противника. И вот этого США и Европа должны бояться больше всего. Эксперты уже тогда улыбались, слушая эту смешную браваду. Ведь что тогда, что сейчас товарооборот между Китаем и США существенно превышает товарооборот между Китаем и Россией? Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 61 миллиарда долларов. Объем торговли между Китаем и США достиг 519 миллиардов долларов. Но кому нужны те эксперты, когда есть условный канал России? И вот же, баночки-боярки, подобно чепчикам, летят вверх. Завидуйте, буржуины, мы вот силу Сибири забабахаем, и газ в Китай весь пойдет. С 2014 года ведется строительство магистрального газопровода силы Сибири для российских потребителей на Дальнем Востоке и для поставок в Китай. Экспортная мощность 38 миллиардов кубов газа в год. Крупнейший энергетический контракт с Поднебесной в 400 миллиардов долларов уже называют спасательным кругом для российской экономики. Фантазия уропатриота уже рисовала победную картинку. Из Китая в Россию едут чемоданы доллара. Вся деревня Кукуева у телевизора обсуждает новый союз с Поднебесной. Китай морально, вот в душе, должен подделять, поддерживать Россию. Кроме России в мире нет другой страны, которой Китай мог бы так доверять и так, так сказать, полагаться. А замерзшие гееропейцы приползают к Путину на коленках, выклянчивая, ну, хотя бы немножечко газа. По крайней мере, ближайшие 30 лет Европа не сможет без нашего газа. 30. Ближайшие 30 лет. Царь смотрит на них со снисходительной улыбкой и дарит каждой делегации по связке дров. Мол, прощелкали вы свое счастье. Внутрироссийский оргазмометр зашкаливает. Я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Но что же получается на практике? Время идет, а раскрученная сила Сибири, если еще и не позвала на компот с пирожками, то все к тому идет. Первоначально предполагалось, что львиную долю инвестиций в проект строительства трубопровода обеспечит Китай. Однако уже спустя год после подписания соглашения Пекин неожиданно заявил, что отказывается от финансирования проекта. А о силе Сибири-2 китайская сторона уже предлагает забыть. Пекин не видит необходимости в трубе силы Сибири-2 и поставках Сахалина, которые обсуждали с 2015 года. Почему так, спросите вы? Вроде же в Великом Союзе на всю Ивановскую кричали. Ответ на поверхности. Ну, во-первых, с момента договора по силе Сибири мировые цены на газ существенно упали. Соответственно, окупить дорогущий проект можно было бы при полной загрузке трубопроводов. Но Китай тоже затронул кризис. Потребность в газе упала. Китай вполне удовлетворяет свои потребности до 2035 года за счет импорта газа из Средней Азии по своему собственному газопроводу и частично со своих собственных промыслов. Собственной добычи и плюс к этому с жижным природным газом. А тут еще Туркменистан предлагает Поднебесной куда более выгодный контракт. Если Россия пойдет на существенную уступку Китаю и приравняет цену на свой газ к стоимости туркменского голубого топлива, то проект Сила Сибири будет для Газпрома не прибыльным, а убыточным. И вот здесь мы и переходим к пункту во-вторых. Так вот, во-вторых, все байки о Великом Союзе Москвы и Пекина из серии «Вместе на Вашингтон» пойдем. США могут выпрыгивать из штанов, всеми правдами и неправдами подбивая десятки стран голосовать в ООН против России. Но один лишь гигантский вес Китая, брошенный на чашу глобальных весов, означает больше, чем пассивная и во многом вынужденная позиция десятков менее значительных государств. Рассчитано на жителей все той же деревни Кукуева и не более. Ведь практика показывает, что единственный союзник Китая – это национальные интересы Китая. Если в Туркменистане или в США газ можно купить дешевле... Китай платит Туркменистану за газ около 185 долларов за тысячи кубометров. Если цена на газ будет ниже 300 долларов за тысячу кубометров, то Россия понесет убытки. То слали они лесом Москву со всеми ее трубами. Вот поэтому и прокачка газа по силе Сибири переносится еще на несколько лет. Изначально поставки планировали начать в 2018 году, затем перенесли на 2019. Сейчас идут переговоры о том, чтобы отложить старт еще на два года. И таких супермногоходовок мы можем приводить пачками. Люди сливают все, что можно слить. А телевизор рисует их мудрыми гроссмейстерами, способными думать на пару ходов вперед. Более того, если верить западным СМИ, все, что происходит в мире, совершается исключительно по его воле. И все же прекрасно понимают, что миллиарды долларов, просаженные Путиным на провальные проекты, он взял вовсе не из своего кармана. Это, ребяточки, за поребриком плоды вашей работы. Работы на заводах, в шахтах, больницах. Плоды работы, бездарно слитые в унитаз вашими правителями. Но расскажут ли об этом на федеральных каналах? Посчитают суммы денег на ветер? Объяснят, кто виноват? Мы уверены, что нет. Ведь куда проще сделать программу, где условный Киселев поведает, что от пустых труб, зарытых в землю, России только лучше. Мол, будем по ним шпионов запускать. Знаете, мне хочется это даже комментировать. И кто-то же наверняка кивнёт и скажет, слава Путину, вот где уровень. Собственно, для этого и трудится, не покладая рук, вся российская пропаганда. Пропаганда, где мифы куда важнее реальности. Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Именно эта мысль закралась в голову при просмотре одной из фотографий нашего любимого агента СБУ с позывным Колывон. Вот что значит затянулась командировка, тоскует Игорёха в тылу у врага. Хочется выйти так на улицу и во всё горло героям слава крикнуть, но нет, нельзя. Конечно, помечтать всегда хотелось бы, но это было бы неправильно. Даже факельное шествие агенту Колывану приходится дома устраивать. Уже шесть шторок случайно сжёг, а всё туда же. Не отпускает тоска. Вот и приходится на такие безрассудства идти. Но если бы всё ограничивалось лишь фотографией с трезубом, то мы бы в жизни не поднимали кипиш. Здесь уже вопрос национальной безопасности. Ведь стоит Игорёхе тяпнуть в удочке, как он моментально забывает об осторожности. И давай с фейкового аккаунта нам ВКонтакте писать. Надо. Есть такое понятие «надо». Ребят, пожалуйста, мочи нет уже. Дайте отгул на пару деньков. Хочу в Чернигов, на День, Бандери все съездить, душой отдохнуть. Мы, конечно, сразу к куратору СБУ. А он с Колываном сначала грубо так, мол, соберись, тряпка. А потом уже мягче так, работай, брат, работай. Тебе страна на карточку не просто так каждый месяц денежку сбрасывает. Извините, пожалуйста. И вот в такие моменты платву конкретно накрывает. Штирлиц забывает обо всех методичках. И давай Россию прямо из оккупированного Луганска мочить. Вопрос именно с дорогами у нас сдвинулся с мёртвой точки. У нас дороги далеко, конечно, не автобан, который в Европе. Но я вам и скажу, и не федеральные трассы, которые в Российской Федерации. Дороги? Да какие за поребриком дороги у нас вон в Святой Луганде и то лучше. У нас дороги далеко, конечно, не автобан, который в Европе. Но я вам и скажу, и не федеральные трассы, которые в Российской Федерации. Смело, дерзко, вот прям по носу Медведеву. И не только ему. Помните, как мы угорали над смешными постановками с типа поимкой украдиверсантов? Смело, на колени, быстро! На колени! Так вот, агент Колыван подговорил своих зайцев, и они сами признали факт дешёвой постановки. Министр внутренних дел предложил нам для просмотра шоу под названием «Задержание украинской ДРГ». После просмотра видео смех от постановки вызывает даже у детей. Теперь понимаете, откуда наши переживания? Вот-вот. Что это за клаванада? На что была рассчитана данная постановка? Здесь, конечно, надобно всей страной нашего спецагента в трудную минуту поддержать. Мы вот, например, на неделе через станицу посылку для Игорёхи будем загонять. Ну, там, сало, книга «Пишаюсь воином и упа», новые диски «Вабобула». Короче, всё, как агент Колыван любит. Ну а в целом смех смехом, но эмоции вредят делу, как бы вся спецоперация СБУ теперь не завалилась. Вон, уже ватный до нельзя Царьград прямо пишет о возможном захвате святой Луганды изнутри. Руководство ЛНР слеснулось со своими силовиками. В Луганской Народной Республике назревал переворот в пользу Украины. И это фактически сразу же после памятного интервью Недороса Дейнеги, который резко засобирался в Украину. Дейнега. Донбасс должен войти в состав Украины. Другого пути не существует. В СБУ, конечно, не дураки работают и отлично понимают, что после двух шагов вперёд надо обязательно один назад сделать, чтобы в Кремле ничего не заподозрили. И вот уже агент Колыван после выселения Корнета и откровений Дейнеги показательно рвёт тельняху на груди. За внешний курс отвечает глава. Поэтому слушайте, что говорил и я. А я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию, у нас другого пути нет. И никуда мы больше не пойдём. Мы идём в Россию. Обычно Суркову такое нравится. В общем, должно и на этот раз прокатить. Тем более связи с Кремлём всегда спасали агента Колывана в его непростых тёрках с местными боевиками. Я в этом плане достаточно вспыльчивый человек. Меня раздражает тупость. А последних, надо сказать, жизнь ничему не учит Бэтмен, Ищенко, Мозговой. Ой, а что же их объединяет? Но ВОЗ и ныне там. И вот уже новая партия боевиков грозит устроить БОБО агенту Колывану. В то время, когда решалась судьба республики, вы, господин Плотницкий, держались вдали от передового. Власть меняет людей. Вас, господин Плотницкий, она превратила в бешеную собаку, которая всё равно кого кусать. И вы без разбора уничтожаете бывших соратников. А министр сельского хозяйства людей Плотвы даже в госперевороте обвинил? У меня состоялся разговор в присутствии Сильвера и главы администрации, главы Луганской Народной Республики Тейтсман Ирины Владимировны. После чего она в ультимативной форме, ссылаясь на распоряжение сверху, дала мне распоряжение передать всё имеющееся у меня вооружение сотрудникам личной охраны главы Луганской Народной Республики. Мол, сами кашу заварили, а после спихнули на других. Переданное мной вооружение являлось основным доказательством по делу государственного вооружённого переворота. В результате были подвергнуты репрессиям и осуждены мои боевые товарищи, которые стояли у истоков создания Луганской Народной Республики. Все же помнят громкую историю, где один из местных папочек по официальной версии так боялся смерти, что, внимание, повесился. Понимая, что предоставленная информация о круге лиц несёт опасность для жизни, его цепковок совершил самоубийство путём повешения. По слухам, глядя на эти угрозы, громче всех хохотали вагнеровцы. Это вот ребёнку подарок на Новый год, а вот это жене сапоги. Те, что с Бэтмена покупали, поизносились просто. Вы, возможно, возмутитесь, как же это агент СБУ Колыван да с вагнеровцами работает? Эээ, братцы, работа агента под прикрытием, она такая сложная. Ведь если человек профи, то он должен быть на хорошем счету, как в Киеве, так и в Москве. Ну а если серьёзно, все эти столкновения бивнями недоросских мамонтов вызывают у нас умиление. Для контрпропаганды самое оно. Не успела затихнуть история с корнетом, отжавшим чужой дом. Коттедж, в котором министр жил три года, вовсе не его. Роскошную усадьбу с бассейном и огромной придомовой территории чиновник занял самовольным в разгар боевых действий в Донбассе. Как вдруг всплывает ещё одна история. Оказывается, не только главный милиционер, но и охранник Плотницкого живёт в чужом доме. Плотницкий так рьяно ратовал за выселение корнета, что совсем забыл о том, как лично передал в распоряжение собственной личной охране во главе с Сильвером частное домостроение номер 50, расположенное по улице Ярового в городе Луганске. А у дома, между прочим, как оказалось, есть законная хозяйка, которая с 2015 года безуспешно пытается вернуться домой. Или другая история. Попробуй-ка, докажи раньше, что местные чинуши толкают российскую гуманитарку. А теперь вот, пожалуйста, они сами в этом признаются. Причём не просто говорят, а с фамилиями, магазинами. Всё как полагается. Некая Елена Короткова, одна из российских кураторов Плотницкого по экономическим вопросам. В её гравитационное поле попадала российская гуманитарка, которая в мощном потоке её излучения быстро лишалась своей гуманитарности и превращалась в обыкновенный товар, который можно пихнуть за бабло в сети магазинов «Народный». Что теперь делать кремлёвским пропагандистам? Как из бандитов в витязи в тигровых шкурах лепить? Речь об Ирине Тейтсман, которая своей недюжинной гравитацией притянула в «Народный» массу просроченных продуктов из Ростовской области, закупленных по городам и весям её доверенными лицами. Нам кажется, что можно просто забить. Тем более, что есть стойкое подозрение. Скоро в украинских вопросах Москве вообще придётся переобуваться. Америка якобы готовит план размещения на Донбассе 20 тысяч миротворцев под эгиду ОБСЕ. И это не наши фантазии или желания. Люди, которые не так давно грозились расстреливать любых миротворцев. Иссехам, иссехникам, чтобы мы с оружием будем принять. Перечислять программу расстреливания. Перечислять программу расстреливания. Проводили народное учение по противостоянию миротворцам. Теперь активно обсуждают их количество. Что касается озвученной в американской прессе предполагаемой численности в 20 тысяч миротворцев, то совершенно очевидно, что это количество превышает разумную необходимость. И все же прекрасно понимают, что на 100% ручной Пушила без отмашки из Москвы ничего подобного брякнуть бы в жизни не посмел. На каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников голубых касках. Напрашивается вопрос, зачем такая чрезмерная избыточность? Естественно, простых решений и выходов из этой ситуации не будет. И прям завтра их там нет и из Донецка не уйдут. Радует другое. Раскатав в свое время губу на 9 украинских областей, Кремль медленно, но уверенно отступает. Ведь миротворцы – это гарантия того, что не то, что до Киева не дойдут, но и о Песках мыслей уже не будет. Тут уже пацанам хорошо бы подумать, как свою тушку безопасно эвакуировать. Ну что сказать, это была очень показательная неделя, когда суровая реальность всандаливала пропагандистам смачный лоу-кик. На главной московской улице сегодня творится настоящее безумие. Вот самый простой пример. Включаешь новости и видишь космические очереди в Москве за пиндосовским айфоном. День простоять, да ночь продержаться. И так два раза. В Москве желающие приобрести новый айфон Икс начали занимать очередь за 42 часа. 500 человек в очереди, многие заняли место за двое суток. Вот такую картину сегодня можно было наблюдать на улице Тверской. Чтоб вы понимали уровень, отдельные товарищи даже ветеранов за собой тянули, чтоб без очереди американский телефончик купить. Здесь паралин, участник войны. Поджидайте, пожалуйста, что надо дать их. Он ищется не очень. Ну а чё, Берлин брал и айфон тоже возьмет. Но дело-то даже не в телефоне. Нет никаких сомнений, что добрая половина этой публики глотки рвет о Великом Отечестве. Именно такая публика при деньгах на дорогих курортах в майках с надписью «СССР» ходит. То есть человек ездит на немецкой машине, заходит в группу «Антимайдан» с корейского планшета, весь год ждёт американский телефон, но при этом обожает истории о загнивающем Западе и лайкает вот такие видео. По радиоэлектронике мы сейчас являемся не просто самыми лидирующими в мире. Отставание Соединённых Штатов, Японии, тем более Китая уже на десятилетие. И так и хочется сказать, Стопенгаген! Так если обошли пиндосов с китайцами, то наверняка российская продукция вообще в цене. То есть уже нет никакой фишки иметь Apple iPhone, а йотафон в Америке – это классно. Йотафон в Америке – это классно. Может, есть отечественный российский товар, который такие же очереди собирает? Очередь за хлебом в Чувашии – не в счёт. За два года в мире продали меньше ста тысяч йотафонов. Меньше ста тысяч йотафонов. Ответ каждый знает сам. И вот в этом весь их показной ура-патриотизм. Вечером ты ртом лихо обходишь Америку. Отставание Соединённых Штатов, Японии, тем более Китая уже на десятилетие. А утром бежишь занимать очередь за американским телефоном. Да что там, даже в конкурсах во славу царя они разыгрывают вещь из страны, которую на словах показательно ненавидят. Уровень постановки – это отдельная песня. Такое обычно в ПТУ на День учителя снимают. Оцените, как правдоподобно здоровые пацаны отыгрывают свой восторг от предложения Кадырова подарить айфон за стих о Путине. Давайте закидывайте стихотворение с хэштегом «Наш президент Путин». Гениально! Отличный план! Даёшь стих про Путина! И это на секундочку. Дети и братья тех, кто погибал под бомбёжками на площади «Минутка». Тех, кто пережил резню в Бамуте. Когда я прибыл и посмотрел на Бамут, то он представлял примерно картину. Я попросил генерала Казанцева, я говорю, давайте мы на Бамуте просто не будем не вспомнить никак. И убедил, что никакие средства массовой информации туда не надо присылать. Тех, чьи матери и сёстры бежали от обстрелов, а их при этом называли стадо. Но будет выстрел. Стадо разбегается потихоньку в разные стороны. Стадо разбегает. Мы на айфон не претендуем, но всё-таки накалекали пару строчек для конкурса. Отец к джихаду призывал. На плёнке есть детей убитых лица. Теперь Рамзанчик раздаёт айфон во славу их убийце. Всех въезжающих в Грозный встречает одна и та же надпись. Добро пожаловать в ад. Есть подозрение, что айфон за такую поэзию нам не светит. Но в любом случае это намного честнее мерзких переобуваний в воздухе. Причём это же не только Кадырова касается. Давно пора похоронить. Сан Кадыров высказал своё мнение по вопросу захоронения тела руководителя Октябрьской революции Владимира Ленина. А из самых видных запоребриковых политиков. Взять хотя бы лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Дядька посмел перечить самому Рамзану Ахматовичу и выступить против выноса Ленина из мавзолея. Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколение и организовать скорее массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда. Геннадий Зюганов. Кадыров, естественно, отмалчиваться не стал. И что бы вы думали? Да-да, предложил Зюганову извиниться. Кадыров потребовал извинения от Зюганова за болтовню о Ленине. По слухам, Зюгановичу две ночи снилось пивко. В смысле, не само пивко, а бутылки. И вот уже официальный твиттер КПРФ совершает очешуительный кувырок. Учащается провокация либерала в отношении Ленина и Зюганова. Ряд экспертов считает, что это признак либо слабоумия, либо работы против России. Оказывается, это не Кадыров грозился захоронить Ленина, а проклятые либерасты. С Рамзанчиком страшно споры вести. Зато всегда можно стрелки на общих врагов перекинуть. Учащается провокация либерала в отношении Ленина и Зюганова. Вообще, если бы проводился чемпионат мира по переводу стрелок, то Мутко мог бы еще до начала смело говорить о завоевании всего Пьедестана. Новый проблем. Это снова криминалития. Вот посмотрите, какую истерику за поребриком вызвал вандализм с вечным огнем в Киеве. В Киеве вандалы осквернили воинский мемориал в парке Славы. Это уроды? Значит, в Киеве? Да. Цементом огонь? Огонь, да. Фашизм чистой воды! Какие еще нужны доказательства? Визгов было на всю Ивановскую. Залили его цементом, вылили около 20 ведер, ну и, как обычно, никто ничего не увидел. Но просто потратьте пять минут и сами проверьте, а не случалось ли чего подобного в российских городах. Подростки осквернили мемориал в Костроме. В Москве вандалы осквернили памятник, они сражались за родину. И таких заголовков мы можем еще на полчаса эфира собрать. А ведь никто тогда не закатывал глаза и не рассказывал о толпах фашистов в России. Естественно, и студии они не собирали. То ли дело, когда ровно то же самое случается в соседней Украине. Это кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей. Ура патриотов у экранов, конечно, негодовали, сыпали проклятиями, мол, распоясались недобитки гитлеровские. А потом выходили на балкон и приветливо махали участникам русского марша. Того самого марша, который каждый год дает четко понять, что никакого фашизма в России нет. Но это так, слегка потролить и забыть. Зачем добивать публику, у которой и так рука за валидолом тянется? Патриоты за три года дырку в диване протерли, так за молодые республики топили. И тут, здрасте, приехали страшная зрада. Дейнега. Донбасс должен войти в состав Украины. Другого пути не существует. Если кто не знает, Дейнега это второй человек в святой Луганде. То есть шишка еще та. И если уж эта публика при методичках прямо говорит о возврате в Украину. Нам нужно выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом. Для того, чтобы получить признание европейское, признание мировое и так далее, мы должны идти именно по этому пути. То, как бы вы все врете, уже и не покричишь особо. Тем более занятным ребяткам, вроде Сашки Захарченко и Ташкента, сейчас вообще не до этого. Там задачи весьма конкретные. Если сливом запахло даже на пастуховке, то нужно что? Верно, хапануть побольше баблишка напоследок. Была договоренность, что прибыль от «Семерочки» будет идти на содержание канала в Новороссии. Но в последнее время Тимофеев начал, так сказать, от этих договоренностей отходить и начал оказывать, так сказать, фискальное давление на эту сеть. Тимофеев пытается выжать. Все, что он может выжать. Ну а поскольку в Донецке воровать уже нечего, ребятушки взялись раскулачивать бывших соратников. И вот уже в битве не за жизнь, а за магазин «Семерочка» схлестнулись лучший сумоист Киевского района с позывным «Ташкент» и народный губернатор Павлуша Губарев. Последний еще с первых дней борьбы за русский мир осознал, что война будет не простой, а иногда болезненной. Но в нынешних республиканских раскладах силы, очевидно, не равны. И рано или поздно вместо «Семерочки» у Пафнутия окажется смачный факел Новороссии. Да. Ну а в целом, глядя, как пауки в банке лопают друг друга, нельзя уже в который раз не отметить. Нам от этого только лучше. Ведь того, гляди, совсем у бандитов от денег крыша съедет и начнут друг друга в лифте катать. Ведь, как там говорится, жадность фраера сгубила. Подождем и посмотрим на этих фраерок. Ну что, без раскачки и прелюдий. Вчера 5 ноября, ближе к вечеру, еще до наступления темноты, украинская армия начала массированный артиллерийский обстрел территории Донецкой Народной Республики. Местный военкор вылезает типа сенсации. Укры градом обстреляли «Спартак» и сами признались. Хорошим доказательством лжи украинской стороны служит видеозапись, опубликованная на канале Ютуб войскового телевидения Украины, где отчетливо видно и слышно, как корректируется огонь артиллерии по району населенного пункта «Спартак». Глядите, глядите, корректировка градов. Обратно 6 единиц. 6 единиц градов. По «Спартаку». Но давайте посмотрим оригинал, чтобы узнать, а не отрезали ли чего он недоросские зайцы. Обратно 6 единиц. 6 единиц градов. По «Спартаку». По «Зениту». А, так дело все-таки не о «Спартаке», а о «Зените» шло. Ну, давайте тогда для тех, кто не в теме, уточним. А «Зенит» – это чья позиция? Зараз мы на «Зените». Это еще одна из позиций силы антитеррористической операции. Так это что ж, получается, Украинцы сами себя обстреляли, да? Но в целом ничего нового. Какая республика, такие и разоблачители. Поехали дальше. Есть хорошие тенденции по ту сторону баррикад, о которых нельзя не сказать. О Новороссии Дейнеге, засобиравшемся в Украину, мы уже рассказывали. В ЛНР заявили о готовности вернуться в состав Украины. Буквально тут же на манеже появляется Саша Скиф. И, ой, еще одна страшная зрада. Только вот-вот недороская пропаганда в захлеб рассказывала об ужасах жизни сукры карателями. Когда зашла украинская армия, что было в городе? Изнасилование, грабежи, разбои. Они, если придут, то тут же начнут всех резать, да в трусиках распинать. Может идти ребенок, могут отобрать телефон, отобрать деньги, если есть. Вот у студентов они стипендию получают. Они вот встречают их там, отбирают полностью все. Так вот, на фоне всего этого трэша появляется один из лидеров боевиков. И оп такой, мол, не надо страшилок. В случае возвращения Украины никакой резни не будет. Это все сказки про какой-то геноцид, про какое-то вырезание. Послушайте, это для идиотов. Не будет здесь никакой резни. Наоборот, постараться их можно больше взять жильем и потом этих людей судить. И, может быть, потом с барского плеча миловать. Да и нега. Ходоковский. Не иначе, как легкое дуновение свеженького ветра кое-чем почуяли. Но как бы ребята не старались, а до лучшего агента СБУ с позывным «Колыван» и мой как далеко. Продает талант. Перебив по заказу из Киева всю местную элитку, Игореха взялся зарабатывать печеньки на Ниве контрпропаганды. Вот хозяйка, вот прокуратура, народный совет, МГБ. Вот, например, хорошо было бы доказать, что боевики – это вовсе не витязи в тигровых шкурах, как малюет их Москва, а обычные ряженые бандиты. Люди занимались банальным, откровенным мороженством. Ополщенцы с оружием в руках просто банально грабили людей, а хуже всего, когда убивали. Да, мы легко можем насобирать комментариев и признаний такого плана, но куда нагляднее видео, где цельного министра берут, так сказать, тепленьких. Все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы говорили, поэтому освобождайте дом. Игореха приезжает в сопровождение журналистов выселять из чужой квартиры. Никого попало, а министра МВД республики. Красавчик просто въехал туда в 2014 году. А когда появилась хозяйка, как настоящий министр, слал женщину на три буквы. Три года назад мой дом самовольно занял министра МВД Корнет, к которому я неоднократно приходила, обращалась, писала письменно, писала в прокуратуру, и он всегда говорил, что вообще я не ходил даже общаться. Более того, главный милиционер и страж закона святой Луганды не просто влез жить в чужой дом, но и разграбил там все, что только можно было разграбить. По словам хозяйки, кроме мебели в помещении ничего не осталось. Все личные вещи пропали. А теперь вопрос знатокам. Вы можете представить масштабы грабежей и мародерства, если даже главный страж закона Народной Республики без зазрения совести тырил собственность выехавших луганчан? Здесь у меня был полностью мой гардероб. Нету ни одной вещи. Но тут интересно другое. А знаете, кто громче всех вписался за проворовавшегося Корнета? О, братцы, вся элитка соседней Дерлендии. Я когда услышал по телевизору, что депутаты ЛНР набросились на Корнета за дом, в котором он типа живет, у меня сразу возник вопрос. А кого защищают слуги народа? Они разве не знают своих героев в лицо? И у меня вопрос, кого защищают народные избранники ЛНР и на кого они тогда работают? Мотивы визгов как бы очевидны. Топовая шушера, время находящая на работу в здании Донецкого ОГА, сама живет в чужих квартирах. И в случае чего возвращаться придется, в лучшем случае на пастуховку, если на одну аллею славы до этого не попадут. Это цирк. Это просто шапито. А пока респект позывному Колывану. Вот что значит, человек на совесть работает. Ну не зря же все-таки ему на всю спину бандеру набивали. Героям слава, Игорек! То ли еще будет?